Здравствуйте, дорогие подключившиеся и дорогие будущие участники нашей Олимпиады по новому пилотному направлению по углеродному регулированию. Первый раз мы проводим мероприятие по данному направлению, и я бы хотела коротко обрисовать, в чем особенности данного профиля и в чем будет ваше преимущество как победителей, участников и вообще, скажем, активно вовлекающихся людей в данную тематику. Как, я думаю, все уже слышали, вопросы изменения климата, они довольно востребованы сейчас и в мировом научном сообществе, и на производстве, сейчас и в обществе, и вообще, ну, то есть тематика такая достаточно актуальная, они много говорят, о ней пишется большое количество исследовательских грантов, и современная экологическая, скажем, повестка, она без вопросов изменения климата не обходится никак. Вот, и в связи с этим и в России, и во всем мире, то есть и законодательства, нормативные документы, все адаптируется под, скажем, под повестку снижения, снижения последствий от изменения климата, который уже происходит активно, да, и в принципе вопрос, я так предполагаю, для подрастающего поколения, да, которыми являются студенты, в общем-то, и мы все с вами, да, и для нас, как для людей, которые на этой планете еще живут, тоже тематика такая достаточно, ну, трогающая нас всех, вот, и здесь в связи с тем, что много ресурсов, внимания и средств уходят на вопросы разработки технологий, методик, лучших практик, малоэффективных практик, развития научно-образовательных центров и прочего, требуется много квалифицированных кадров. И поскольку направление все-таки достаточно новое, хоть и достаточно успешно в некоторых научных центрах уже реализовывались подобные вещи, но кадров, все равно кадровый голод у нас, он достаточно присутствует, нам нужны специалисты, специалисты, которые будут исключительно заниматься и будут подготовлены, собственно, на работу по этой тематике и в науке, и на промышленных предприятиях, и чтобы они разбирались и в вопросах с экономической точки зрения, там, и с точки зрения понимания принципов работы экосистем. И таким образом все выливается в то, что этих специалистов нам самим нужно готовить, и здесь выступаем мы как с инициативой по привлечению внимания к профилю подготовки образовательных программ по углеродному регулированию, и мы даем абитуриентам, в данном случае это для поступления в магистратуру, возможность вот без конкурса поступить через участие в этой олимпиаде, знания свои, так сказать, забустить, освежить, посмотреть, что в тематике сейчас наиболее актуально. Вот, и в связи с этим мы приглашаем вас принять участие вот в олимпиаде по направлению. Если у вас какие-то есть ко мне вопросы... А, ну, кстати, я как организатор, в конце я представляюсь как организатор со стороны Тюменского государственного университета, вот, я это направление курирую, один из организаторов. Вот, я буду рада ответить на какие-то возникшие вопросы, если они есть, или сейчас, или, может быть, там, в середине, к концу нашей встречи можно будет, если какой-то вопрос возникнет, мне его задать, я с радостью отвечу. Спасибо. Участники, есть вопросы к Александре? Если вопросов нет, то тогда мы слово предоставляем Александру Выходцеву, он у нас является представителем методической комиссии по разработке заданий к финалу Олимпиады. Александр, вам слово. Да, добрый день, коллеги, добрый день, участники Олимпиады. Позвольте представить мне свою коллегу по предметам методической комиссии Ахмедова Ирина Дмитриевна. Мы сейчас вам вкратце расскажем некий теоретический, тематический обзор кейсов, который мы составили для конкурсных состязаний, и расскажем критерии оценки выполнения кейсов. Ирина Дмитриевна, вам слово очень кратко. Да, приветствую. Кратко о чем наши кейсы. Ну, поскольку Александра уже сказала, насколько важна тематика углеродного регулирования, климатических изменений, плюс при подготовке кейсовых заданий мы прежде всего ориентировались на потребности и запросы работодателей, потому что эта Олимпиада не случайна. Итогом ее будет являться ваше бесконкурсное поступление на программу магистратуры в любой ВУЗ, который реализует подобные программы в области регулирования климатических изменений. Соответственно, вы должны понимать, с чем столкнулся специалист, выпускник магистрской программы на предприятиях реального сектора экономики. Поэтому у нас есть задания, которые связаны с функционированием экосистем, и есть задания, практикоориентированные на как раз оценку выбросов парниковых газов от предприятий и оценку жизненного цикла производств, потому что от, скажем так, того, как вы понимаете, функционирование продукционных систем складывается ваше понимание об углеродном следе продукции. Соответственно, наше задание содержит расчетные в основном задачи. Это задачи, связанные с определением источников выбросов парниковых газов, с категорией выбросов парниковых газов. Для того, чтобы решить наши кейсовые задания, вы должны понимать и знать нормативно-правовые документы в области регулирования углеродного как раз, да, и сопровождение расчетов выбросов парниковых газов на предприятии. Соответственно, вы должны знать федеральный закон о сокращении выбросов парниковых газов, посмотреть все методические рекомендации, содержащиеся в нормативных правых актах, регламентирующие расчет выбросов парниковых газов на предприятиях, и применить эти знания уже при выполнении расчетных заданий. Кроме того, в этих заданиях будет четыре блока вопросов, скажем так, да, четыре вопроса, вернее. Как раз один из которых это расчетные, а все остальные это на понимание терминологии. Например, да, когда вы будете давать ответы, например, скажем, порекомендуете предприятию, да, мероприятие по снижению выбросов парниковых газов, вы должны четко понимать, что такое климатический проект. Причем климатический проект, вы должны формулировать определение этого проекта не из Википедии, скажем так, да, а из нормативных источников, чтобы вы четко понимали и различали, да, что такое климатический проект, из чего он складывается, какие основные критерии требования к климатическим проектам сегодня у нас содержатся в наших нормативных документах. Ну, я думаю, этих знаний вам будет достаточно. Ну, а также еще хотела бы обратить внимание на то, что вы должны познакомиться, повторить, я не знаю, кто не знает, изучить технологию самых распространенных, наших производств, да, то есть, ну, по сути, вы должны знать основы технологического производства для того, чтобы можно было понимать, да, откуда у нас могут в этом техпроцессе появиться парниковые газы, да, то есть, что есть источник парниковых газов. Ну, вот если кратко, если будут вопросы, готовы ответить, можно задавать. Спасибо, Ирина Дмитриевна. Ну, пока я буду вещать про критерии, вы можете подумать, и, наверное, в чат можно тоже задавать вопросы. Давайте пройдемся по критериям оценки. Значит, еще раз, финал Олимпиады у нас планируется провести в виде решения заданий в формате кейса. В кейсе зашито 4 задания, за каждое из которых можно максимально набрать 25 баллов. Каждое задание проверяется по критериям, по 5 критериям, и максимальное количество баллов за 4 решенные задачи кейса равняется 100. Участник получает кейс, разрабатывает решение кейсовых задач в течение установленного времени. Участник предоставляет за 20 минут до начала публичной защиты следующие материалы. Вам их организаторы перешлют. Это описание решения кейсовых задач до 10 страниц. И презентационные слайды, которые описывают решение кейсовых задач до 10 слайдов. Значит, что бы мы хотели увидеть, и по каким критериям мы будем оценивать вас, члены жюри вас будут оценивать. Это научно-теоретический уровень выполнения кейса. Это ваше умение, мастерство выступать, доводить основную мысль до членов жюри. Это полнота решения кейса, полнота и всесторонность выводов, достаточная точность расчетов, если она необходима, степень творчества в подходе к анализу кейса и его решению. Вообще кейсовая ситуация, с которой вы познакомитесь. Доказательность, убедительность, наличие собственных взглядов на проблему. Это немаловажно для решения кейсов. Аргументация, оперирование нормативными документами. То, что сейчас Ирина Дмитриевна сказала. Ну и также форма, логика изложения материала. Лучше, конечно, всего излагать своими словами. Это будет оцениваться больше. Использование при объяснении каких-то фактов, доказательных, верификационных вещей. Использование профессиональной лексики. Ну и, конечно же, грамотность изложения. Вот такие основные критерии, которые бы мы хотели от вас услышать, по которым мы вас будем оценивать. Спасибо. Так, ребята, есть у вас вопросы? Так, тут вопрос в чате. Во время проведения олимпиады обязательно, чтобы никого не было в комнате. Ну, это, конечно, такой вопрос. Нужно, чтобы обязательно вам никто не мешал, никто в этом отношении не помогал. Поэтому желательно, конечно, чтобы ни в кого в комнате не было. Все-таки это индивидуальное состязание. Хотя бы на период написания, описания самого кейса первые два часа работы. Александр, вопрос в чате. Будут ли какие-то вспомогательные материалы? И что должно быть отображено в презентации при защите? Чем можно пользоваться? Ну, у нас есть рекомендованный список литературы, источников. Мы его делали, да, спецификации. А вспомогательные материалы, ну, у нас формулировка кейса. Ну, смотрите, вспомогательными материалами, поскольку вы еще бакалавры, да, не специалисты, не магистры, я допускаю, что возможно пользоваться как раз нормативно-правыми актами, да, то есть теми, которые необходимы для решения кейса. Вот ими тоже можно пользоваться. По поводу вопроса, что должно быть отражено в презентации, очень просто должно быть отражено решение вашего кейса. У вас есть 10 презентационных слайдов, 10, до 10. Это ваше поле, в котором вы нам визуально объясняете те решения, которые вы достигли, решая данный кейс. То это ваше творчество, это ваше, как бы, умение из большого массива информации, да, с помощью методов анализа и синтеза все скомпилировать до 10 слайдов. Слайды вы делаете по формату визуализации, не нужно туда вставлять большие тексты, вы можете это и сами проговорить, потому что вы будете вставлять тексты, дублировать, читать со слайда, это будет не очень, конечно, комфортно. Поэтому туда вы складываете, допустим, ваши расчеты, какую-то визуализацию, графики, таблицы, картинки, если они вам необходимы, которые укрепят ваши слова, да, и докажут нам о том, что у вас есть, как у будущих специалистов, решение проблемы, которая была заложена в кейсе. Так, ну, а можно, что я добавлю? Как я к ответу, буквально одно слово. Я думаю, что и для упрощения доклада, и как членам жюри для упрощения восприятия, хорошо, если у ваших 10 слайдов будет понятна очевидная структура, ну, то есть, допустим, мысль, да, аргумент, контраргумент, свое мнение, вывод, ну, допустим, то есть по классическому принципу построения, ну, вот, например, как мы эссе пишем. И так будет легче и воспринимать, и докладывать, и, ну, то есть, чтобы было нам видно, как вы свою мысль структурировали, и это отразится тоже, конечно, на оценке, что это не хаотичный набор картинок, где вы прыгаете там, как птичка с ветки на ветку, что вот четкая-четкая, понятная логика вашего ответа. На вопрос Маргариты по поводу результатов. Дело в том, что мы не имеем права опубликовать вам, проговаривать вам с вами сразу результаты вашей защиты, то есть они будут опубликованы позднее уже непосредственно в ваших личных кабинетах. То есть это по поводу обратной, ну, по поводу обратной связи, я не знаю, сможете ли вы дать по защите каждого человека обратную связь? Ну, я думаю, что мы, когда будем слушать, если у нас останется время, как это обычно бывает, да, помимо вопросов, то есть какой-то блок рекомендаций, возможно, будет, но если мы не затянем и не уйдем за рамки защиты, это возможно. Вот это и есть обратная связь. Сейчас немножечко давайте организационные моменты проговорим, как все будет выглядеть. То есть начало Олимпиады у нас в 9 часов по московскому времени, то есть вам сейчас в ближайшее время в личный кабинет и поступит ссылка на Zoom-конференцию, в котором будет проходить процедура идентификации личности. То есть после того, как вы зайдете в Zoom, мы вас идентифицируем, вы будете распределены по комнатам, и в каждом комнате будет выложен кейс. На решение кейса вам будет дано ровно 2 часа. По истечении 2 часов вы должны на электронную почту, указанную в регламенте и спецификации, нефсобакотомен.ру, отправить презентацию своей защиты. И уже ровно через час мы с вами встречаемся для индивидуальной защиты уже непосредственно с группами жюри. Ален, можно на комментарии? Мы, значит, отправляем 2 документа. Один вордовский, это описание решения кейса. Мы прописывали, то есть в каком формате, как это все быстро оформить. Это есть. И второй документ, это PDF презентационных слайдов. То есть 2 документа. Все верно. Получается, индивидуальная защита будет индивидуальная. То есть у нас участник Олимпиады будет наедине с членами жюри. То есть больше в комнате других участников находиться не будет. То есть мы будем постепенно, как ту или иную комнату с тем или иным составом жюри, выводить определенного участника, который будет согласован. По поводу времени нахождения, то есть на период написания самого решения кейса камера должна быть обязательно включена. То есть тут как бы других вариантов нет. Поэтому персональный компьютер у вас должен быть в этом отношении полностью быть подготовлен к началу испытания. Потом на час, на перерывный вы можете отключить. Потом, когда уже будет непосредственно происходить защита, конечно, камера тоже должна быть включена, чтобы вы видели жюри и чтобы жюри видела вас. Но это такой как-то все равно знак уважения, если оно лицо нужно видеть. Время по ограничению для рассказа презентации, но это не более чем 7-10 минут. Правильно, Ольга? Желательно, конечно, сложиться в 7. Да, у нас там 7 минут и 3 минутки на вопросы, если они возникнут по регламенту, по крайней мере. Чтобы мы могли спокойно послушать. Ну, то есть не там тысячу слов, да, в секунду, чтобы вы могли вас спокойно послушать. Коллеги, еще очень важный момент. Вот я читаю в чате сообщение о периодах Пережогина Анастасия. Значит, еще раз смотрите. Вы после двух часов сдаете нам два документа сразу. То есть вы сначала не так вот, как вы пишете, что сначала презентацию, а потом мы досылаем доклад. Нет решения. То есть вы сразу одновременно должны подготовить два документа. Еще раз текст, вордовский файл, где вы описываете свои решения. И параллельный файл – это PDF вашей презентации. Это делается для того, чтобы у вас не было соблазна, как мы говорим, да, и времени на доработку решения кейсов. То есть вот у вас было ровно два часа, потому что мы все должны быть в равных конкурсных условиях. Все участники у вас есть два часа. Вы за два часа сделали два документа и сразу нам отправляете. То есть больше времени доработать у вас ничего нет. Еще раз процедуру прохождения Олимпиады мы с вами проговорим уже непосредственно в начале дня. Как только все ребята зайдут, мы еще раз это все вам проговорим. Как вы будете заходить в комнату, в каких комнатах вы будете располагаться и куда возвращаться в случае того, если вас выкинулось зума или какая-то причина техническая. То есть по этому поводу вы не переживайте. То есть эти все моменты мы с вами, все будем, дальнейшие вопросы, которые будут возникать в режиме реального времени. Так, вот вопрос здесь. Можно от руки писать при помощи стилуса. Александр, поясните, это то, что вы собираетесь нам скинуть вордовский документ, написанный от руки? Просто не очень понятно, что вы собрались писать от руки. А, формулы, да, вы можете, да, писать, прописывать их, да, да. Здесь как вам удобно. То, что касается формул и, скорее всего, даже расчетов, если вам так удобно и это экономит ваше время, вы можете, это допустимо. Маленький комментарий еще. Ребята, когда будете готовить решение кейсов, которые будете оформлять на слайде презентации, пишите, пожалуйста, так, чтобы это было понятно не только вам, но и членам жюри. Да, то есть какие-то необходимые комментарии, что, откуда вы взяли, из каких таблиц, методики, методики, если вы ее использовали, вы будете ее использовать, да, обязательно. То есть для того, чтобы вы потом в процессе защиты с вами тоже не запутались, да, и вы понимали ход решения. И жюри точно так же, да, важно понимать ход вашего решения, что, допустим, если бы у вас получился неверный результат, но ход решения был верный, ну, предположим, вы там не так округлили или там ошиблись, переписывали, например, с калькулятора результат, чтобы было видно, да, что вы действительно взяли все верные данные, подставили в нужную формулу, и ход ваших мыслей оказался верным. Вот еще вопрос, нормативная база, следует скачать заранее? Как раз мы сейчас обсуждали. Да, мы как раз действительно сейчас с Иосифом Хаджием обсуждали. Смотрите, как удобнее. Мне кажется, если вы уже услышали, да, скажем, о чем будут конкурсные задания, вы можете заранее посмотреть, познакомиться с основными нормативно-правными документами в области углеродного регулирования и оценки выбросов парниковых газов. Лишнего не будет. То есть вы уже будете чувствовать себя спокойнее. При получении кейса вы уже будете ориентироваться и понимать, с чем вам предстоит работать. Ну, их не так много же получается, да. У нас все только на подъеме, поэтому этих документов немного. Ну, я могу сказать, одним документом, которым вы будете пользоваться, то есть вы его легко найдете. То есть их не 10. Вам не нужно там целую кипу скачивать документов. Это не 350 страниц, да. То есть вот то, что мы говорим сегодня про регулирование расчетов выбросов парниковых газов. У нас такой документ один. Ну и вообще познакомьтесь, пожалуйста, с законодательством Российской Федерации в области регулирования выбросов парниковых газов. Какие же все-таки выбросы парниковых газов у нас сегодня регулируются законодательством? То есть у нас есть понятия разных выбросов. Есть прямые, есть косвенные. Вот с какими вам предстоит работать, вы тоже поймете, исходя из обзора, знакомства вашего с законодательством, чтобы это для вас не было открытием. Так, ребята, еще вопросы? Так, стиль презентации у нас. Вопрос, стиль презентации мы выбираем для себя сами. Да, мы здесь не сторонники шаблонирования презентации. То есть чуть попроще, чуть постильней. Продайте ваше решение. Ну, маленький комментарий. Все-таки у нас солидный конкурс. Я профессионал. Поэтому давайте без мультяшных героев и анимации, и белочек, и мишек. Давайте такой вот... Нешкольный формат. Да, демократично-научно в стиле, да, такой. Ну, чтобы это было продаваемо. Да, и маленький еще комментарий от меня, как от оценивателя студенческих презентаций разных. Пожалуйста, чтобы это было читаемо, светлый фон, да, темные, темные буквы, достаточного размера. Ну, то есть представьте, как нам будет видно это с экрана, чтобы мы понимали, ну, допустим, диаграмму, да, чтобы было понятно, что это за диаграмма, подписи к этой диаграмме, чтобы, если мы могли выхватить этот график, я не знаю, что-то из контекста, чтобы мы поняли, что это. Без вас, допустим, прочитав. То есть все подписано. В идеале, конечно, еще номера слайдов, чтобы можно было вопрос задать конкретному слайду, да, достаточно крупный номер слайдов. То есть это все стильно, красиво, читаемо, понятно, логично. Вот, как бы, и все будет супер. Вопросов это, сразу половину вопросов, я думаю, как, ну, не половину, но какую-то часть отметет. Вопрос, известно ли, до скольки будет длиться защита? Где-то ориентируйтесь, пожалуйста, однозначно, это до 18.00 по тюменскому времени и 16.00 по московскому времени, наверное, это точно будет. Это зависит все от количества участников. Вот, однозначно этот вопрос на данный момент мы ответить не можем. Ну, то есть это будет известно после того, как люди зайдут, зарегистрируются на финал, и мы будем понимать, там, 10, 20, 30, умножаем на 10 минут, и, соответственно, получаем количество минут. Ну, да, и, возможно, еще будут случаи, если участник решит не выполнять кейс, не предоставит его. Такое тоже может быть, да? Да, снялся. Ну, да. Мы еще в специальной школе смотрим, и потом скажешь, какой день. Очередность участников. Ну, мы можем, конечно, спрашивать ваше желание. Ну, посмотрим, как будете сдавать, наверное, работы, так, в такой очередности примерно и будет потом защита работ. Если уже кому-то там нужно будет пораньше сдать, произвести защиту, то есть мы там в индивидуальном порядке этот вопрос будем решать. Еще вопросы? Можем ли мы во время сделать список очереди? Но мы в любом случае его к концу, скорее всего, вашей письменной работы, список предоставим, чтобы вы могли примерно ориентироваться, когда по времени вы будете производить защита. А вот следующий вопрос, Александр, это к вам. Дмитриевна? Да, мы его прочитали, но за два часа мы же не запрещаем пользоваться, да. А мы рот открываем, как бы. Можете, естественно, пользоваться этим всем. Ну, да, я маленький комментарий еще оставлю. То есть здесь как раз при решении кейса и будет еще демонстрироваться ваше умение оперативного поиска необходимого, актуального нормативно-правового документа и возможность правильно его использовать. Поэтому, если вы его найдете и определите верно, что этот документ вам нужен, а еще лучше, если вы определите, какие формулы оттуда вы возьмете, почему нет? Я считаю, что это тоже можно делать. У нас даже специалисты на предприятиях пользуются нормативно-правовыми документами из баз гарант, консультант, эксперт. То есть никто на память, я думаю, не помнит, с коллег формулой по этому. Да, если тут вот будет проводиться контроль и прочее, смотрите, сразу как бы скажу, что кейсы все авторские, вы не найдете их в сети интернет, вы не найдете их в учебниках, они созданы под реальные здесь и сейчас, поэтому как бы можете не делать даже такие попытки. Но вот искать источники, которые вам помогут дать решение, разработать решение для искомой проблемы в кейсе, это да. Но не находите текстовку кейса, ее просто нет. Это авторские, уникальные кейсы. Да, поэтому время не тратьте на поиск ответа. Ален, тут вопрос, демонстрация экрана в Zoom, тут спрашивают. По демонстрации экрана в Zoom, нет, экран в Zoom демонстрировать не нужно будет, это только в том случае, когда уже потом непосредственно будет защита, и то демонстрировать экран будем мы, а не вы. И вопрос, интернетом пользоваться, мы же разрешаем пользоваться интернетом. Ну, конечно, информативные документы там искать, конечно. Да, 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 то есть мы вам не говорим, что мы вам в вакууме вас сажаем, и два часа вы отрубились от всего мира. Нет, наоборот, вот еще раз сейчас Ирина Дмитриевна сказала, вы развиваете себе компетенцию быстрого поиска источников для того, чтобы разработать решение. Поэтому вам для этого и нужен интернет, чтобы найти необходимые источники, особенно касающиеся нормативной базы. Ну, тогда если вопросов нет, спасибо большое, Александра Ирина Дмитриевна. Александра. Мы еще не отключаемся, да, получается, еще пока? Так, запись вебинара ведется, и она в дальнейшем будет доступна вам уже непосредственно в личных кабинетах, в личных кабинетах на Е-профессионале. Спасибо. 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 Спасибо.